Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии я Ростислав Белык и в сегодняшнем выпуске вы увидите Последствия снежного коллапса. К чему быть готовым коммунальщикам и где брать деньги? Два человека погибли и один получил телесные повреждения. Погибли три человека, восемь ранены. Последствия крупных аварий, произошедших на выходных. Всегда быть защитником слабым, преодолевать все триграды в борьбе за правду и справедливость. В филиал юнармии 20 орловских школьников вступили во всероссийское молодежно-патриотическое движение. Транх этого турнира всероссийский. За первое место спортсмены мужчины получают звание мастера спорта. Открытая тренировка по вольной борьбе к соревнованиям какого уровня готовятся наши спортсмены. Снегопады и их последствия были самой обсуждаемой темой на минувшей неделе. На аппаратном совещании, который провел в администрации региона губернатор Вадим Потомский, к этим проблемам вернулись вновь. Среди тем обсуждения также использование федеральных средств и призывная кампания. Наталья Пехтерева с подробностями. Прогноз не предвещает погодных сюрпризов. По данным которыми располагают федеральные СМИ, в феврале будет теплее обычного количества осадков 30-40 миллиметров, а это в пределах нормы. Однако, как говорится на прогнозы, надейся, зима в самом разгаре и надо быть готовым ко всему. Касаются это прежде всего коммунальных служб. На аппаратном совещании в администрации региона отчитывался Игорь Мурсалов, исполняющий обязанности директора дорожной службы. Компания отвечает за региональные дороги и помогает спецавтобазе в Орле среди проблем техника. Парк техники и дорожной службы в большинстве своем значительно возрастной. 80% техники срок эксплуатации более 8 лет и имеет до 70% износа. Поэтому количество поломок и выхода механиза из строя растет особенно в периоды максимальных нагрузок при наступлении службы погодных условий. Вопрос с обновлением парка необходимо решать, сказал глава области Вадим Потомский. Надо на самом деле что-то думать. У нас парадоксальная ситуация. У нас на территории области завод, который производит коммунальную дорожную технику. В то же время мы находимся в таком достаточно неприглядном состоянии по ее состоянию на сегодняшний день. Надо заключать соглашение с заводом, договариваться, пускай это будет на какую-то рассрочку и так далее. Я понимаю, что мы и так сейчас вытаскиваем как можем дорожную службу из той ситуации, в которой она находится. Но это не говорит о том, что мы не должны обновлять парк. Технику нужно брать и заказывать разную. В том числе и на базе полноприводных КАМАЗов трехмостовых. Самым слабым звеном в Орле стали некоторые управляющие компании. Шквал жалоб поступал в администрацию города и области. Губернатор Вадим Потомский поручил контроль усилить. Управляющая компания, к сожалению своему, понимая, абсолютно понимая, что это их зона ответственности, доводит ситуацию до коллапса. Мы провели уже не одно совещание по данному вопросу. Сейчас начата такая масштабная претензионная работа совместно с жилищной инспекцией. На пятницу уже было порядка 150 подписаний протокола, выписанных управляющих компаний. И работаем теперь на упреждение, пытаясь, если возник вопрос, что это разовый эпизод, мы будем доказывать то, что это системно. Если каких-то управляющих компаний не убирается воровая территория. Когда это уже будет представлена информация о том, что это систематически не убирается, я думаю, что нас будут и суды поддерживать в случае возникновения каких-то судебных тяж. Андрей Иванович, у меня просьба, обратите внимание на уборку тротуаров. Для спецавтобазы специально еще буквально 4-5 лет назад покупали новые трактора для того, чтобы именно персонально не убирали тротуары. Тоже есть масса жалоб жителей по этому вопросу. Контроль и усиленная работа необходимы для решения финансовых вопросов. Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова апеллировала цифрами. Речь шла об остатках неиспользованных средств федерального бюджета за 2016 год. Общая проблема для всех регионов в том, что по некоторым направлениям деньги поступают к концу года. В общей сложности в минувшем году Орловщина получила свыше 10,5 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2017 года сложились совсем незначительные остатки федеральных средств, которые в разы меньше, чем в предыдущие годы. И, Владимир Владимирович, это в основном возврат остатков будет производиться в связи с поздним доведением федеральным бюджетом до нас лимитов. Необходимо продолжать максимально взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, подытожил губернатор. Как бы тяжело ни было, все равно мы деньги получаем из года в год с федерального центра больше. Поэтому я вас прошу, члены правительства, чтобы этим вопросом лично занимались. Не перекладывайте его ни на кого, не поручайте кому-то из своих подчиненных, а потом это все где-нибудь каким-то образом замыльется. Сегодня ситуация, сами понимаете, никто этого не скрывает. По формированию федеральной части бюджета, доходной его части, достаточно непростая ситуация. Об этом председатель правительства говорит везде. И вчера на партийном съезде было, что ситуация Единой России не совсем простая по финансам и по другим своим выступлениям, как председатель правительства, об этом говорит. Но это не значит, что мы должны все это выслушать и для себя сделать вывод, какой смысл ехать, денег не будет. Надо поехать, надо договариваться, надо писать необходимые документы. У нас же получилось в конце года дополнительно 200 миллионов, но для многофункционального медицинского центра мы в Минфине стараться каким-то образом все-таки дополнительные деньги получили. Также на аппаратном совещании обсуждались итоги осеннего призыва 2016 года и задачи на весеннюю кампанию 2017. С 1 апреля 2017 года начнется очередной призыв граждан на военную службу. Норма призыва граждан на военную службу весной 2017 года будет около 1000 человек. У нас все время в премьер стоит Орловского. Здесь огромная работа лично военного комиссара Старкова Сергея Алексеевича, ну и конечно при его взаимодействии с правительством области, с МВД, прокуратурой, следственным комитетом. Потому что без их помощи было бы достаточно сложно, но и УЗА сильно помогает, и с аренд-ректоров и так далее, и так далее. То есть здесь при вот этом нормальном взаимодействии у нас все это выполняется. Напомним, 152 тысячи россиян были призваны в войска осенью минувшего года. Орловская область полностью выполнила задание Министерства обороны. Служить Родине отправились 694 человек. Наталья Пехтерева, Сергей Роднев, телеканал Первый областной. В администрации региона в понедельник встречали необычных гостей. Орловщину посетила делегация Всероссийского военно-патриотического общественного движения ЮнАрмия. Ее возглавил начальник главного штаба, олимпийский чемпион Сочи 2014 по бабслею Дмитрий Труненков. Гостей приветствовал губернатор Вадим Потомский и члены правительства. У нас возрождаются некоторые традиции, понятно, что уже по-другому называется организация, но тем не менее цели задачи, которые перед вами ставят, они такие, которые ставят перед вашими сами видами. Самое главное – это верно служить своей родине и быть готовымся к труду и обороне. Надеюсь, вы об этом будете помнить, всегда знать и стремиться к очень хорошим результатам. Что касается учебы, военной подготовки, вы не просто называете сюда армейцем, вас возглавляют и ребят олимпийские чемпионы, гордость наша. Поэтому вам есть, с кого брать пример. Большое спасибо вам за то внимание и поддержку, которую вы нам уделяете. Мы уже, так сказать, сегодня первых ребят приняли. Это будущие десантники, будущие защитники нашей Родины. Поберетов, да. Скоро Краповы будут. Да, обязательно, я уверен в этом. Ну, здесь, вы видите, представлена наша форма, форма, которую утверждили Сергей Кожугетович Шойгу. Это осенний-весенний вариант формы, соответственно, есть еще и летняя, и зимняя форма одежды. В своей новой истории юнармия обязана Сергею Шойгу. Идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. По словам министра обороны, в самое короткое время движение станет самой мобильной, самой крупной и самой эффективной детско-юношеской военно-патриотической организации нашей страны. Сейчас в объединение входят пять тысяч различных организаций. В составе более сорока двух тысяч человек. Среди них есть и орловчане. У меня были предки военными, и я пошла по их стопам. Хочется продолжать это действие. Я как бы в будущем буду поступать в школу милиции. И мне это много чем удаст, много чего научит. Я уже как бы здесь научусь. У нас здесь огневая, строевая подготовка. Физическая. В ряды юнармии вступили первые 20 юных орловчан. Провести церемонию в Орел приехала целая делегация во главе с Дмитрием Труненковым, начальником главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия. Возродилось оно совсем недавно. Теперь активно набирает обороты по всей стране. О планах Юнармии в Орле расскажет Анна Маричева. Военно-патриотическое движение Юнармия в России возобновилось совсем недавно. Сейчас представители движения разъезжают по всей стране, чтобы в каждом городе в ряды юнармейцев принять новых активистов. Порядка 40 тысяч ребят из других регионов уже вступили в ряды юнармии. Теперь пришла очередь и Орловского края. Неважно, кем они в будущем станут, неважно, какую профессию выберут, не обязательно они будут военными. У нас не стоит такой задачи, чтобы поставить детей под органы, это не так. Для нас главное, чтобы они выросли настоящими патриотами, настоящими защитниками своей родины и успешными правленцами своей страны. Эти 20 молодых парней и девчонок – первопроходцы Орловского юнармейского движения. Большинство из них – члены военно-патриотического клуба «Десантник». Они не понаслышке знакомы с трудностями военного дела, но это им только в радость. Ребята с огромной гордостью и большим желанием надели красные береты. Это очень важное патриотическое движение. Оно возродилось для того, чтобы мы, молодое поколение, вспомнили о подвигах. Юнармейец должен вести здоровый образ жизни и следовать традициям доблести и отваги. В этом ребята торжественно поклялись на своей присяге. Всегда быть защитником слабым, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! В планах у штаба и Министерства спорта Орловской области организовать летний юнармейский лагерь. А на аэродроме Пугачевка сделать полосу препятствий. Орловская область раньше славилась успехами в планерном и парашютном спорте. Возродить эти успехи планируется именно с юнармейцами. Ребятам предстоит участие в туристических слетах и всероссийских соревнованиях. Одно из важных таких мероприятий, которое мы будем проводить, это парад 9 мая на Красной площади. И впервые там пройдет именно юнармейская коробка. То есть сейчас, буквально в ближайшее время, мы должны определиться. Хотелось бы, конечно, чтобы лучшие юнармейцы именно со всей России прошли. У ребят раздвинутся горизонты, они смогут выезжать в другие регионы, ознакомиться со своими сверстниками, быть частью большого движения, которое носит хорошие, благие цели по патриотическому воспитанию молодежи. Призывной возраст юнармейца колеблется от 8 до 18 лет. В отличие от кадетов и суворовцев, здесь нет жесткого отбора. В рядах юнармии ребенок может реализовать себя в любом направлении. Есть и юнармейский хор, и даже команда КВН. Департаментом образования Орловской области отправлено письмо, на муниципальные отделы образования, с тем, чтобы в каждом муниципальном образовании был создан муниципальный штаб движения юнармия. Этот штаб и будет заниматься организованным приемом ребят в юнармии в Орловской области. Представители юнармии приехали в Орел не только отобрать себе региональных воспитанников. Делегация посетила Некрасовскую школу-интернат. Там вместе уже со своими юнармейцами поздравили с наступившим Новым годом воспитанников интерната. Познакомились и с его кадетами, которые изъявили большое желание тоже вступить в ряды юнармии. На плечи юнармейцев ложится большая ответственность передать знания Орловской многовековой богатой истории будущему поколению. Они – первые орловчане, вступившие в ряды юнармии. Равнение теперь только на них. Анна Маричева, Эдуард Чернаускас, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». С 7 по 11 февраля Орловская область примет гостей – участников регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы». Это будет первый для нашего региона чемпионат в рамках движения «WorldSkills Россия». Подготовку к мероприятию координатор движения обсуждал в понедельник с вице-губернатором по социальной политике Сергеем Ступиным. Мы включили в список общих всех участников и экспертов, которые участвуют в конкурсе. А кроме этого, еще у нас будут независимые эксперты. Каждая площадка привлекает работодателей. Оценивать мастерство участников будут сотни экспертов по 19 номинациям. Шесть круглых столов, две выставки, десять мастер-классов пройдет в рамках регионального этапа. Его победители в марте 2017 года представят нашу область в зональном чемпионате. Минувшие выходные выдались жаркими для сотрудников ГИБДД. 55 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах области. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибли три человека и восемь получили ранения. Олег Рудаков с подробностями. В управлении автомобилем важно все. И практические навыки, и теоретические. Но главное – это скорость реакции и способность правильно оценивать дорожную ситуацию. Два последних качества способны сохранить водителю жизнь в чрезвычайной ситуации. В этой аварии кто-то из участников движения сориентироваться не успел. Как результат – встречка, столкновение, трагедия. Сразу три человека пострадали в ДТП на автодороге Калуга-Перемышль-Белев-Орел. Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался со стороны города Болхов в направлении города Орла. И в районе 198-го километра по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем «Опель Астра». От удара машины буквально разлетелись по разные стороны дороги. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, водители-пассажир Копеля получили телесные повреждения. Пострадал также и водитель, что был за рулем произведения отечественного автопрома. Как говорится, отделались легким испугом, если не считать разбитых авто. Чего не скажешь о ДТП, произошедшем вечером 22 января. В 18 часов 55 минут в районе населенного пункта Хардикова произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и один получил телесные повреждения. Трудно поверить, но эта груда металла была когда-то ВАЗ-21099. По словам инспекторов, на ее спидометре стрелка застыла на отметке 100 километров. Второй автомобиль Деу Гентра принял на себя удар 99-й на скорости 70 километров в час. Выжить при таком лобовом столкновении, да еще на отечественном ВАЗе, практически невозможно. Одна из возможных причин аварии та самая, не справился с управлением. В данном случае это водитель 99-й. В результате данного происшествия погибли оба водителя. Мужчины 1975 года рождения. Кроме того, телесные повреждения получил пассажир автомобиля Део. Мужчина 1988 года рождения. Пострадавший доставлен в отделение хирургии Орловской областной клинической больницы. Госпитализирован. По данному факту ведется следствие. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Отличившиеся при тушении пожара в торговом центре АТОЛ в минувшую субботу получили благодарности губернатора области Вадима Потомского. Мероприятие проходило на площади Ленина, где собралось много молодежи с плакатами в поддержку торгового центра. Напомним, ЧП случилось вечером 8 января в локализации возгорания. Тогда участвовали все пожарные части города. Возгорание началось на крыше, но чуть позже перекинулось на торговые помещения, расположенные на третьем этаже здания. Огонь распространился по площади около 900 квадратных метров. Главное то, что не пострадал ни один человек. И это было возможно в результате замечательной выучки наших работников МВД и МЧС, в первую очередь пожарных, которые самоотверженно в течение 10 часов ликвидировали этот пожар. Не могу не сказать отдельно о пожарных, которые профессионально сработали и ликвидировали этот пожар. Горе могло быть намного больше. Личная моя признательность моему другу, моему земляку Новикову, Александру, который участвовал лично в тушении пожара. Из 18 погибших в пожарах 15 находились в состоянии алкогольного опьянения. Такую статистику за 2016 год привели в управление МЧС. Что послужило причиной пожаров, о которых сейчас расскажет мой коллега Олег Рудаков, еще предстоит выяснить экспертам. В селе Молодовом Шаблыкинского района, это 15 километров от ближайшей пожарной части, загорелся жилой дом. На момент прибытия дежурного караула он горел изнутри. Кровля дома сгорела и обрушилась на площади 100 квадратных метров. При тушении пожара были обнаружены трупы трех проживавших в нем людей. Она увидела, придя сюда, то, что здесь находился сын со своей сожительницей, хозяйка дома, получается, ее мать. Все втроем они находились в состоянии алкогольного опьянения, распивали спиртное. Было у них полтора литра самогона, где-то 0,5 было выпито из бутылки. Во время, когда они здесь находились, брат ее, получается, очень часто курил в доме, даже не выходя на улицу. Дом выгорел изнутри полностью. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Второй пожар случился в Орле на улице Розы Люксембург в многоквартирном доме. К моменту приезда спасателей из окон квартиры на четвертом этаже валил сильный дым. В ходе разведки был обнаружен труп хозяина квартиры. Данный мужчина неоднократно посещался нами, предупреждался, был проинформирован, была проведена беседа с его сыном о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. На данный адрес ранее были выезды по факту под гора пищи. То есть мужчина в нетрезвом состоянии ставил готовить на газовую плиту что-то и засыпал. Соответственно, пожарные подразделения выезжали сюда неоднократно. Причину пожара дознавателям еще придется выяснить, но по предварительным данным это, скорее всего, курение в постели. По данным фактам ведется следствие. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Перевороты, броски, захваты и туши. В Орле проверили готовность спортсменов к всероссийским соревнованиям по вольной борьбе. В открытой тренировке приняли участие более 50 юношей. Готовы ли покорить Орловская команда новой высоты, расскажет Наталья Чунина. Ежедневные разминки, тренировки два раза в день и боевой настрой. Подготовка к всероссийским соревнованиям по вольной борьбе в самом разгаре. Максим Егорочкин – один из многих спортсменов, который подает большие надежды. Вольной борьбой он занимается 15 лет. Лучший результат, признается спортсмен, первое место на первенстве России среди студентов. Борьба очень зрелищная в спорте. Мужской вид спорта, в первую очередь. Поэтому нравится с детства мне. Готовится и еще раз готовится. На открытую тренировку отточить мастерство в очередной раз. Приехали юные спортсмены со всей области. Ранг этого турнира всероссийский. За первое место спортсмены мужчины получают звание мастера спорта. Поэтому и наша команда, и команда из других регионов, которые уже подтвердились, все готовятся, все хотят поднять свой статус. Всероссийские соревнования в Орле проводятся уже во второй раз. В этом году для привлечения интересов у подрастающего поколения организаторы добавили группу юниоры. Первый раз, первый год около 400 участников было. Мы надеемся, что больше будут участников в этом году. В предстоящих соревнованиях от Орловской области примут участие около сотни спортсменов. Всероссийский поединок по вольной борьбе пройдет 4 и 5 февраля в ТМК Грин. Прийти и поддержать Орловскую команду может любой желающий. Наталья Чунина, Сергей Руднев, Телеканал Первый областной. Создание комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг – такова тема Всероссийского селекторного совещания при Минстрое России. В нем принял участие Александр Ремига. До конца 2017 года министерство планирует утвердить перечень первоочередных мероприятий по благоустройству городов России. На реализацию этого проекта выделяется очень значительная сумма более 20 миллиардов рублей. Хочу сказать, что у нас такого не было практически никогда в федеральном бюджете. Это действительно серьезный объем. И наша задача сделать так, чтобы этот приоритетный проект заработал. В настоящее время правительство Орловской области готовит необходимую нормативную документацию для участия во Всероссийском проекте. По муниципальным программам посмотрите сроки, чтобы не выходили. Роман Владимирович, если там крайний срок прописан, именно по формированию, потом публикация, посмотрите, что было с зазором. Две недели хотя бы. Нам ничего не мешает именно по программе, по всей бюрократической процедуре. Это заканчивает раньше. А на этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонным редакциям 76 10 28 и 508 088. В студии был Ростислав Белык. Всего хорошего. Санаторий Лесной проводит акцию. Спешите приобрести путевку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33 00 32. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Узнаем, какая погода ждет нас 24 января. Потепление продолжается. Погода вовсе нетипична для конца января. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы «Центр красоты Провкосмо», который приготовил специально для вас супер-предложение. Маникюр плюс покрытие, гель-лак, дизайн ногтей в подарок. Подробности уточняйте по телефону 63 30 57. И вернемся к подробному прогнозу. В Амцинске столбики термометра покажут днем минус 2, облачный, небольшой снег, ночью мороз до минус 4. В Ливнах также пасмурный, небольшой снег, днем температура воздуха до минус 3, ночью минус 5. В Бохове пасмурно и временами снег. Два с минусом, к ночью похолодается до минус 4. В Орле небольшой снег, пасмурно весь день, температура опустится до минус 2, ночью минус 5. Ветер западный со скоростью 9 метров в секунду. И атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Таков прогноз погоды на вторник. Оставайтесь с нами на Первом областном. Наши партнеры. Магазин «Лалэ Антилоп». Принеси свою старую куртку, шубу или дубленку и получи внушительную скидку на новую. Улица Тургенева, 40, торговый центр «Водолей». Московский индустриальный банк предлагает потребительские кредиты по сниженным процентным ставкам. Новая программа кредитования для пенсионеров на особых льготных условиях. Полесская, 28. В любую погоду для тех, кому не сидится дома, парк развлечений «Горки» ждут тебя. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Модная беременность». Торговый центр «Тургеневский», второй этаж. Отличного вам дня и хорошего настроения. Увидимся! Видеть красоту в себе, радоваться отражению, быть в центре внимания. В центре красоты «Профкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Визажный зал, парикмахерский салон, кабинет шугаринга, косметология, магазин косметики и фирменных товаров. Студия обучения. Место, где работают профессионалы. Целая тысяча квадратных метров на пользу красоте. Центр красоты «Профкосмо». Тургенева, 37. В Новый год во всем новом. Принеси свою старую куртку, шубу или дубленку и получи внушительную скидку на новую. ЛАЛА Антилоп. Потребительские кредиты по сниженным процентным ставкам. Теперь не надо откладывать покупки. Отдых и ремонт. Новая программа кредитования пенсионеров на особых условиях. Московский индустриальный банк. В парке «Горки» для любителей незабываемого отдыха. Шесть трасс с искусственным и естественным оснижением. Комфортабельные коттеджи и беседки. Уютное кафе с детской комнатой. Прокат. Профессиональный инструктаж. «Горки» ждут тебя. 63-0040. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...